Хотел вам, ребята, показать мой спуск с Эльбруса полностью, без монтажа, своими комментариями. Думаю, что у меня получится. Сейчас я стою на вершине Эльбруса, 5,642 метра, поднялся я туда один. Ну, так как народу много, поэтому было достаточно безопасно. Ну и готовлюсь к старту. Поэтому стартануть хотел именно с самой вершины, а не с зомби-платы, как делают это многие. Может быть, там кому-то было неудобно со мной стоять, пока я снимал комуса, пока я делал свои дела, снимал кошки и так далее. В данный момент я вот уже позвал Алину, чтобы она сняла мой старт. И скоро я начну двигаться вниз. Лыжи я выбрал Окса. Скетурил я до 4300, но вот я уже готов к спуску и решил в спортивной манере своей погнать на параллельных лыжах, без всяких поворотов, просто держа дугу. Некоторые ребята меня хейтили за то, что я использовал людей как вешки. На самом деле, вот вы можете наблюдать, что там, где люди шли, там намного мягче ехать. И я лучше чувствую и контролирую лыжу. Вот как раз я, кстати, выехал немножко за тропу и сразу же почувствовал, что здесь вообще ехать не стоит. Сейчас, кстати, вот у меня лыжу подкусило. И я такой думаю, не-не-не, давай-ка на тропу, которая немножечко вспаханная кошками. Усталости я еще в данный момент не ощущал, ноги были в хорошей форме, немножко не хватало воздуха. В зомби-плату я проехал и теперь я направляюсь к взлетке, которая ведет от седловины до зомби-плата. Понял, что здесь достаточно жесткий снег и шутки плохи с ним, потому что лететь вниз не хочется. Сокрепление я, кстати, заблокировал так, чтобы они вообще не отстегнулись. И решил спускаться сверху вниз именно по той же траектории, по которой поднимался. Так как я там был первый раз и со мной никого не было, хотя я звал, со мной никто не пошел. Но это меня не остановило, как обычно. Если никто не хочет идти, сделай сам. Вот я подъехал к взлетке. Это место между зомби-платой и седловиной. И интересуюсь у гида, нет ли внизу трещин. Хотя я поднимался и достаточно хорошо просмотрел все. Но решил удостовериться, что там безопасный спуск. Здесь я немножко передохнул и решил дальше двигаться. Хотел сначала сверху, подумал, что там снег мягче. Но гид говорит, давай снизу. Я подумал, что действительно он прав, чтобы я ни на кого не свалился. Если что, просто уехал туда, на седловину. Здесь я решил дать побыстрее, но столкнулся с такой проблемой, что здесь был лед. И пришлось просто держать стойку, немножко притормаживать и не бояться. Это самое главное в таких ситуациях. Не бояться. Ничего страшного, лед или не лед. Здесь нет, так как, когда вы попадаете на лед, самое главное, это просто держать стойку, стоять на обоих ногах. Уметь кататься как на внутренней лыжи, так и на внешней. Это я всегда преподаю на своих курсах. И сейчас я просто еду, жду, когда мне попадется снег. Снег мягкий, снег, по которому можно делать повороты. Как спускаться ниже, я маршрута не знаю. И решил, вот именно по взлетке, именно там, где идут альпинисты, просто вдоль этой тропы ехать. И, если что, меня бы кто-нибудь увидел, если бы я сорвался. Но я в тот момент, на самом деле, не думал о том, что я могу сорваться, что я могу куда-то упасть. Потому что склон был не такой крутой, на самом деле, как я ожидал. Когда я ожидал, когда смотрел карты и так далее. И вообще, как ехать и планировал свой спуск. Ну, переговорил с парой людей. Они поинтересовались, что да как. Кстати, наверху я встретил спасателя, который спросил, не мерзнут ли у меня ноги. Но я так был хорошо одет. Взял свой пуховик сибирский, с которым я обычно езжу в Шерегеш. Когда провожу там свои курсы. Так что я был одет очень хорошо. В ботинках был Интуишн, который не позволил моим ногам замерзнуть. До сих пор я вот, пока еду, я жду, когда же уже я найду тот снежок, который выпал за день до этого. Я, кстати, специально не поехал за день до этого. И сделал два дня отдыха вместо одного. Потому что ожидалась гроза. И я подумал, ну, раз гроза, значит, идти не стоит времени. У меня было много обратного билета, у меня не было. У меня была главная задача. Это зайти на Эльбрус и спуститься. Здесь я почувствовал первый раз, что ноги могут забиваться. Вообще, от льда они всегда забиваются быстрее, нежели чем от другого снега. Даже от слэша и всего остального, потому что ты их напрягаешь. И во время движения они устают быстрее, нежели чем от мягкого снега, нежели чем от другого. В данный момент я, наконец, выбрался на тот снежок, который ожидал. Это задутый холодный снег. И теперь я могу сделать несколько поворотов. Проверил, держит ли снег, нет ли больше там льда. И вот здесь, подъезжая уже на седловину, здесь уже можно ехать так, как я люблю. По прямой, с небольшой дугой, открытые повороты. Делать повороты только для того, чтобы не попасть на какую-то неровность. Здесь я как раз на седловине пережидал грозу. Вот буквально в 30 метрах отсюда, если брать чуть-чуть вперед, была сильная гроза. Но я все равно не свернул с пути, потому что останавливать было некому. Много групп тогда развернулись. Но один парень, которому я помогал непальскими таблетками от высоты, он взял и оставил свою группу. Их было три человека. И отправился наверх один. Ну, как один. Там много людей. Говорит, я мечтал об этом 10 лет. Зайти на Эльбрус и так развернуться. Это того не стоило. В принципе, я его поддерживаю. Он был сильный. Он был настроен. Главное в горах это настрой. Сейчас я заезжаю на косую полку. Я даже не мог представить, что я получу такое удовольствие от спуска по косой полке. Потому что я повторюсь, за день до моего восхождения была гроза, были осадки и выпал свежий снежок. Вот здесь его не видно, потому что его немножко сдуло, так как ветер был очень сильный. И сейчас я просто ищу свой телефон, чтобы заснять в Инстаграм, что я выбрался на косую полку. Косая полка, она достаточно длинная и считается опасным участком, потому что с нее могут улетать. И когда вы видите на подъеме, на акклиматизации, что некоторые люди с помощью ледоруба пытаются зарубаться, поднимают ноги вверх, когда катятся вниз. Они как раз учатся, чтобы если вы с косой полки падаете, то вам нужно зарубиться правильно. И не надо пренебрегать этим. Потому что у меня был с собой ледору, были с собой палки. И если бы я упал, я бы смог этой техникой себя остановить. Подняться наверх и продолжить свое восхождение. Многие, конечно, говорят, что там вот, там это все тяжело. Но я был в достаточно хорошей форме. Я чувствовал только гипоксию, усталости я не чувствовал. Чувствовал, что просто мало кислорода. Потому что я уже ощущал это, когда я был в Непале. Как я говорил в своем первом видео, это перевал Торнгла. Я ходил кольцово-напурное. Просто идешь в своем ритме, дышишь почаще. И тело постепенно привыкает. Я вот даже, если честно, не знаю. Многие люди, когда поднимаются на ратраке, они как себя чувствуют. Потому что я поднимался без ратрака и поднимался постепенно. Акклиматизацию проходил на 5, ну где-то на 4, 950. Там, где зарыт ратрак старый. Ну, а теперь мы можем наблюдать саму косую полку. Она достаточно длинная, но я еще раз повторюсь. Вышло солнышко, ветер ушел, погода идеальная. Готовлюсь получать удовольствие. Потому что, что я умею лучше всего, это кататься по свежему снегу, который я обожаю. Мне на самом деле в этом восхождении очень повезло. Потому что был и свежий снег, и хорошая погода на спуске. Не было тумана, не было сильного ветра. Ветер был только на вершине. Многие могут сказать, что я там сделал что-то неправильно. Но, ребята, я могу вам предложить самим подняться туда наверх и посмотреть, как вы будете на вершине соображать. Ну, а в данный момент я начинаю спуск вниз по косой полке, набираю скорость. Чувствую, что снежок идеальный, и что можно набрать скорость, можно почувствовать то, ради чего я езжу в горы, ради чего я катаюсь по 130-140 дней в году. Вот это вот чувство полета, когда лыжи выходят на глиссер, так называемый. Когда они плывут, а не когда ты говоришь им, как ехать. Когда они тебе говорят, что вот здесь нужно задавить, здесь нужно проехать. Конечно, здесь не всегда был хороший снег. Здесь были и местами, и ледовые участки. Но я все равно их проходил так же, как проходил взлетку в стойке. Иногда подкусывала лыжи, но в этом ничего нет страшного. Если вы держите стойку, ничего с вами не будет. Если ботинки я выдерживаю, это ботинки у меня как раз жесткости 130. Это Nordica Strider для скитура с ходильным режимом. Ботинок неплохой, как раз для таких условий. Очень мне понравился. Я в нем и поднимался, ну и сейчас спукаюсь. Продолжаю двигаться по косой полке, достаточно бодро. И сейчас устанут ноги у меня во второй раз. Придерживаюсь тропы, чтобы не потеряться, потому что в таких больших горах на самом деле легко потеряться. Буквально два поворота сделал, налетело облачко и все. И ты не знаешь, где ты, куда тебе двигаться, и ты можешь выход просто пропустить. Что такое выход? Это там, где меняется направление твоего спуска. Я продолжаю двигаться по косой полке. Все-таки она такая длинная. Пол ночи ее идешь. Я встречаю альпинистов, которые идут наверх, либо вниз. Иногда сталкиваюсь с очень ледовым склоном, но я опять же повторяю, что это ничего страшного в этом нет. Главное держаться в своей дороге и быть уверенным в своих силах. Мыслей у меня в голове в этот момент никаких не было. Единственная была задача только двигаться. Это, кстати, о том, что есть такая философия. Когда ты катаешься на горных лыжах, у тебя останавливается твоя внутренняя болтовня, и ты в этот момент находишься в определенной такой медитации. Я скажу, что спуск с Эльбруса это была самая долгая горнолыжная медитация, которая у меня вообще была так долго. Я еще ни разу не спускался и не поднимался. Спустился я практически не останавливаясь, то есть я не снимал лыжи, не сидел. Я просто катился, пока не достиг своих домиков. Хотя можно было, наверное, и посидеть, деневать, посмотреть, что есть вокруг. Но я еще раз напомню, что я вышел в 9 вечера и шел всю ночь. И сейчас примерно как раз 8 часов, то есть это я уже 12 часов водорствую, а до этого я отдыхал 2 дня. Начинаю чувствовать, что ноги закисляются, что я им даю команды, а они меня не слушаются. Ну, ничего. Я просто останавливаюсь и хочу немножко перевести дух. Все-таки Эльбрус это одно из самых красивейших мест, в которых я был. Крайний раз, когда я был на Эльбрусе, мы возили с другом группы на обучение. Это был 2015 год, и больше я туда не ездил, потому что постоянно нахожусь в Красной Поляне. Занимаюсь обучением, гидством, занимаюсь работой с Хелиски, формирую группы, разговариваю с людьми. Идея этого видео, это чтобы я вам показал именно спуск, как он был от первого лица, потому что монтаж это, конечно, хорошо. Там видно, что я везде еду быстро, бодро. Но это сделано специально, чтобы вы не заскучали. А это видео именно для тех людей, которые, может быть, планируют подняться на Эльбрус, может быть, и хотят сами так же спуститься в компании или в одиночку. Конечно, я не советую в одиночку спускаться оттуда, потому что это довольно опасно. И те люди, которые могут в одиночку оттуда спуститься, наверное, я их всех знаю, и они уже спустились. Ну, и еще пару человек тоже хотят спуститься. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы так же спуститься в группе, либо в одиночку, либо еще как-то. И когда вы это планируете сделать, потому что если есть цель, то лучше сделать себе план. У меня план был таков, что я сначала снимаю для Эльбиндустрии и заодно прохожу акклиматизацию. После этого я беру в аренду лыжи, еду наверх и пытаюсь как-то зайти. Ну, я заранее, заранее взял все снаряжение, которое я мог, кроме лыж. Единственное, что мне понадобилось, сверх того, что я взял, это варежки пуховые. Они мне очень пригодились, они нужны выше 4900 примерно. Сейчас я подъезжаю к месту, где забирает ратрак людей и также их туда поднимает. Для тех, кто не может сам подняться пешком наверх. Здесь ребята стояли, они как раз спустились только что с вершины и, видимо, ждут остальную группу, чтобы поехать вниз на ратраке. Здесь же я ночью делал небольшой привал, пришел туда до всех ратраков, встретил ребят из Санкт-Петербурга, потусовался немного с ними. К сожалению, двое из трех они пошли вниз, решили, что сегодня они будут заходить на вершину, хотя они дошли до конца косой полки. Там я их и встретил, когда они шли в обратном направлении. Я шел не так быстро, как они, потому что у меня еще были с собой лыжи, да и я никуда не торопился и решил еще посидеть, отдохнуть. Когда была гроза, я бросовал с себя все, что у меня было железного, чтобы в меня не попала молния и не поджарила мне одно место. Есть пару кадров с грозой у меня в маленьком ролике, там, где девочка Женя на фоне того, как сверкает молния. Такой испуганный взгляд. В принципе, в это время у меня был такой же испуганный взгляд, как у нее. Я думаю, что даже может быть и похуже. Здесь я стартую с высоты 5-100. Переговорив с ребятами, с альпинистами, я решаю ехать дальше. Вроде ноги уже я начинаю ощущать, но на самом деле это все обманчиво. Ноги уже практически меня не держат. Но я еще раз повторяю, что лучше научиться кататься на горных лыжах и получить удовольствие от спуска с горы. Потому что, когда вы умеете правильно кататься на горных лыжах, умеете применять все техники фрирайда, когда вы умеете катать трассу и все остальное, то именно спуск с горы, он и будет основным кайфом для вас, нежели чем просто, когда вы поднимитесь. Подходят ребята, которые вышли, видимо, попозже, чем я. И им еще предстоит забраться на вершину. Но я могу сказать, что это 8 утра, поэтому у них есть еще много времени. Этот день, когда я восходил, он был идеальным для подъема. Подъем на Эльбрус и спуск на горных лыжах это действительно очень интересное испытание для человека, о котором ты будешь помнить всю жизнь, рассказывать не только своим детям, но и друзьям, знакомым. И, может быть, даже и гордиться собой немного. Программу я рассчитывал для себя сам, что да как я буду делать, где я буду проходить акклиматизацию. Также я консультировался с Настей Вершининой. Она работает гидом на Эльбрусе. С Алиной Галактикой она также здесь работает. И самый главный совет был это проходить акклиматизацию не на 4 700, а выше. Желательно дойти до того места, откуда я сейчас поехал, куда забрасывает ратрак. Здесь как раз это место, где закопан ратрак. И дальше очень хороший длинный спуск для лыж. Прямо кайф. Достаточно крутой. Наверное, если бы это было на курорте, это была бы красная, либо ближе к черной трассе. Наверное, красная. Здесь я уже, конечно, сбросил скорость начальную, потому что уже ноги настолько устали. И на самом деле мне очень жарко еще было в моем пуховике, но раздеваться я не хотел. Я принял решение, что я доеду до конца и тогда уже буду раздеваться. Потому что не хотел тратить силы именно на раздевание, переодевание. Если видели, как я собираю комуса на пике, то я это делал около 20 минут. Хотя обычно это за 5 минут я полностью готов к спуску. Все-таки высота дает о себе знать. Здесь у меня уже появляются силы, потому что кислорода становится все больше, горняшка уходит. Точнее, у меня горняшки не было, конечно. Но была гипоксия. Ее чувствуется очень и очень хорошо там. Иногда даже думаешь, как ты же поедешь-то вниз. Еще раз хочу повторить, что сейчас я еду где-то на высоте 4,700. Скалы пастухово скоро начнутся слева. И здесь я столкнулся с такой проблемой, что пограничное состояние снега, то есть здесь из льда снег превращается в кашу. И как обычно я говорю, что надо уметь кататься по любому снегу. Сейчас в данный момент как раз я спускаюсь по такой каше. Мне очень помогают лыжи тем, что у них довольно длинный рокер. Мне очень помогают лыжи тем, что у них большой рокер. Скользили они неплохо. Здесь я действительно уже устал и уже думал, когда же я уже отсюда спущусь. Я уже ничего не хотел, хотя очень люблю кататься. На самом деле даже по такому снегу, обычно в Красной Поляне весной такой снег, и я люблю кататься без палок всю весну. Если бы у меня остались силы, как днём ранее, когда я ходил на акклиматизацию, конечно бы я здесь более красиво проехал, нежели чем сейчас, такими поворотами, такими урывками, но очень хотелось спуститься вниз, потому что усталость уже брала своё. Вообще, интересный такой вопрос, как подготовить себя к такому подъёму и спуску именно на горных лыжах. Если честно, я особо не готовился. Я единственное, что я летом лазаю по скалам, и это абсолютно не помогает в горных лыжах. И ещё я играю в баскетбол. А вот именно игра в баскетбол, она очень помогает именно в горных лыжах, потому что ты бегаешь, ты меняешь направление, у тебя хорошо развиты стабилизационные мышцы, у тебя достаточно хорошая физическая форма на выносливость, но всё равно горы это немножко другое. Если бы я не был в Непале весной, мне кажется, что мне было бы намного тяжелее. Но я ещё, конечно, 10 лет провёл в Сочи, катаясь каждый день с утра до ночи практически. Вот я начинаю останавливаться уже чаще, чем наверху. Силы заканчиваются, спуск очень долгий получился. Наверное, самый длинный в моей жизни, порядка 45 минут. Но, конечно, если бы я отдыхал, сейчас бы я уже спускался немножко бы по-другому. Я бы хорошо передохнул на 5000, хорошо бы передохнул на 4500, и потом бы уже, конечно, я ехал пободрее. Но так как я попал ещё в грозу ночью, я боялся, что опять какая-то будет непогода, и я не смогу снять в хорошую погоду именно сам спуск. Ну и это же лето, я катался последний раз только в Индии на лыжах, и это был январь. Давайте вернёмся к тому, как же подготовиться. Так, первое, на что я бы сделал уклон, это всё-таки техника. Техника всему голова. Насколько бы вы сильны не были, за счёт техники вы можете спуститься откуда угодно, когда угодно, в любую погоду, в любую метель, и так далее. Технику прокачивать нужно долго. У меня ушло порядка 20 лет, чтобы отточить технику, чтобы она красиво смотрелась. Технику прыжков, технику катания, короткие повороты, длинные повороты, катания по могулу, в общем, катания, катания по льду, катания по рыхлому снегу, по паудеру, в общем, любой вид снега вы должны уметь катать. Даже если вот взять Эльбрус, наверху лёд, ниже такой порошок может быть, но со льдом. Дальше едешь, уже паудер такой зимний, вот на косой полке, как у меня было, но это не факт, что у вас так же будет, мне просто повезло с погодой. Немножко ниже спускаешься, и здесь уже вот такой слэшик весенний, а внизу совсем летний снег будет. Второе, что нужно, это физическая подготовка. Желательно, чтобы вы не сидели дома в течение года там, или двух, ходили на площадку. Вот я советую вам, например, играть в баскетбол, бегать, носиться. Это очень помогает в катании, в горах и так далее. Не говорю бегать в марафоны или ещё что-то, просто идёте поиграть, покидать мяч, побегать вместе с ребятами, и это вам очень поможет именно прийти в ту форму, для того, чтобы подняться на любую гору. Также немаловажна эта работа со всем снаряжением, которое у вас есть. Вы должны знать досконально, как работать с ледорубами, как работать с палками, как с лыжами, как работают крепления, как лыжи подготовлены, не подготовлены к данному снегу, подкусывать будет их или нет. Это тоже очень важно. Снаряжение. Есть ли у вас пуховик, какая у вас термуха, каждый элемент, каждый элемент в горах, он очень важен. Поэтому снаряжение стоит денег и больших денег. На снаряжение лучше не экономить, потому что оно вам может пригодиться в тот самый момент, когда будут внешние факторы совсем неблагоприятные. Ну вот я спустился, где-то высота примерно 4,300, 4,350, может 4,400. Я также продолжаю ехать паратрачной дорожки, потому что у меня главная задача это не прокатиться там, где никто не ходил, а именно спуститься с самой вершины до самого низа. Мне уже в данный момент очень жарко. Вопрос как раз к снаряжению, к тому. Так, ну с подготовкой дальше. Когда вы едете в горы, самое-самое важное, именно в физическом плане, это акклиматизация. Как только вы правильно, хорошо и качественно акклиматизировались, вы сможете многое. И не надо торопиться. Вот, например, мой подход. Я пролежал в одной деревне в Непале целую неделю, потому что мне было хреново. Или я заболел, или у меня горняшка была, я не знаю. Я пролежал на высоте 4,500 примерно целую неделю. Здесь же со мной было все в порядке, но я все равно решил подождать буквально один денек, чтобы переждать грозу. И на следующий день выдвинулся. На самом деле, мне два дня отдыха даже были лучше, чем один, потому что я еще чувствовал, тот день, когда была гроза, и я отменил свой выход наверх, я чувствовал, что сейчас не стоит идти, потому что я немножко устал от двух дней, потому что первый день я сходил на 4,300, на 4,400. Во второй день я сходил к замерзшему ратраку, это примерно, ну, около 5,000. Главное, горы будут и завтра, горы будут и послезавтра. Можно посидеть и подождать выхода. Даже если это будет вам стоить каких-то усилий, каких-то денег, лучше заплатить деньги, нежели чем пойти на гору в тот момент, когда вы уставшие, либо когда непогода. Я считаю, что лучше подождать, поспать один денек, еще полторы тысячи заплатить за домик, это на самом деле не так уж и дорого. Я еще раз напоминаю, что я сейчас вам специально показываю весь мой спуск без монтажа. Может быть, он может казаться утомительным, но это просто бонус к тому ролику о том, как я и поднимался, и что там со мной происходило. Вы можете это посмотреть по ссылке в описании. Это видео просто бонус. Чтобы все, кто интересуется спуском именно с Эльбруса, могли понять по видео хотя бы чуть-чуть представить себе, как это спускаться сверху до низа именно практически без остановки. Что их ждет, какой снег их ждет, к чему быть готовым, какие могут вас преследовать опасности. Во-первых, это нельзя сворачивать с дороги, если вы не знаете куда. запомнить тот маршрут, по которому вы поднимались, и никуда с него не сворачивать во время спуска. Это очень важно. Почему? Потому что могут открыться трещины, можете цепануть камень, можете куда-то улететь, налетит облако, и вы потеряетесь. Поэтому, если вы хотите спуститься с Эльбруса на горных лыжах, либо на сноуборде, то лучше всего спускаться по... лучше всего спускаться по той же траектории, как вы и поднимались. Сам спуск после 5000, он не тяжелый, просто обычный склон, примерно красный, красно-черный, и различное состояние снега, как ото льда наверху, середина корочка, внутри мягкий снег, и дальше снег раскисает и превращается в кашу. Но по этой каше даже очень приятно ехать. Я больше люблю кашу не шли, чем лед. Планировал это я восхождение и спуск не так долго, всего лишь порядка, наверное, двух недель. Собирал снаряжение, звонил друзьям, у кого что есть. Договаривался с Эльпиндустрией, чтобы я мог взять у них лыжи летом. Лыжи они мне дали без проблем, потому что я дружу с этой компанией, много друзей, знакомых, работаю вместе с ними. Когда-то катался в Саннордфейс именно от Альпиндустрии. Спонсировали одежда, их снимали ролики, делали фотки. Поэтому по старым связям мне дали снаряжение. Снаряжение оказалось очень хорошим. Лыжи мне понравились. Это 178-я ростовка. Пиновые крепления Динофит, лыжи сами Окса. Кстати, хорошая компания. И лыжи легкие, и очень такие вертки. Ими удобно и приятно управлять. Они хорошо, стабильно держат на льду. Это можно увидеть, когда я ехал еще по коцой полке, когда я ехал по взлетке. Лыжи мне понравились. Делаю остановки. Отдыхаю. Жду, когда ноги придут в нормальное состояние. И продолжаю движение дальше, чтобы ноги могли хоть что-то делать. Потому что в данный момент я уже очень устал. Я уже еду на этот момент 34 минуты, не садясь, практически без остановки. И чувствую, что ноги забиваются и забиваются сильно. Погода мне, конечно, повезло. На косой полке был свежий паудер. Я получил удовольствие как зимой. Ну, а сейчас я уже почти спустился к своему лагерю. И еще более мягкую отротраченную дорожку, чтобы спуститься вниз. Но ноги уже все. Попытался прокатиться слева-справа. Лыжу закусывала, потому что лыжи были не очень хорошо напарафинены. Я напарафинил их перед спуском, но этого не хватило. Сейчас будет скоро последний рывок. Продолжаю движение по отротраченной дорожке. Счастлив от того, что зашел на Эльбрус, гора меня пустила. Счастлив от того, что могу катиться, что ноги еще хоть как-то слушаются. На самом деле это незабываемые ощущения, когда ты взошел на высшую точку Европы и сможешь оттуда скатиться. Всем советую научиться кататься на горных лыжах и не спускаться пешком. Пешком спускаются 5, 6, 7 или даже 8 часов, а на лыжах у вас займет это, если вы даже просто умеете ездить хотя бы чуть-чуть, ну, час, может быть, полтора. У меня заняло это 45 минут. Но еще раз я повторюсь, что главное это акклиматизация. Без акклиматизации сюда лучше вообще не соваться. Походили по Чигету, подышали воздухом, походили по источникам, попили водички, снова забрались на Чигет, подышали, съездили на подъемнике, на Горобаши, там погуляли, подышали, привыкли к этому, переночевали и уже идете на заброску. На заброску до Горобаши, там останавливаетесь в домиках, где кто как найдет место себе и проходите спокойненько акклиматизацию. Ходите на 4, 300, на 4, 500, на 5, на 5, на 5, ходите. Вот это я вам советую сходить на 5, и побыть там часик-два и потом спуститься. Когда вы будете восходить на Эльбрус, вам будет намного проще, нежели чем вы просто будете проходить акклиматизацию на высоте 4, 500, либо 4, 300, 4, 700. Как говорила Настя, что мне нужно обязательно зайти на 5, тысяч, и она была права. Также напоминаю, что я организую курсы, в Шерегеше, в Красной Поляне. Также я хочу напомнить, что я организую курсы по фрирайду в Шерегеше, в Красной Поляне. Провожу программы по фрирайду как гид в Красной Поляне. И плюсом самое сладкое это хелиски в Абхазии. Связаться со мной можно по телефону, либо через сайт, либо написать мне в Инстаграм, который у нас запрещен. Многие еще спрашивают сколько нужно времени, чтобы дойти именно до того, когда ты начнешь уже кататься вне трасс, когда тебе будет удобно везде, на любом снегу, сколько это времени займет. Но я могу сказать, что я видел только один раз, когда человек с нуля, с нуля и до именно фрирайда, до свободного фрирайда. Ну, конечно, с огрехами, но по крайней мере он мог это сделать. У него ушло где-то около пяти лет. То есть, пока вы пройдете трассу, пока вы научитесь скользить правильно, пока вы научитесь карвингу, после карвинга вы научитесь кататься по буграм рядом с трассой. Ну, вот где-то пять лет и проходит. Многие, конечно, сразу идут в скитур, все хотят скитурить, фрирайдить и так далее, но я бы все-таки порекомендовал сначала подтянуть технику, а потом уже идти в скитур. Скитурные программы будут, будут скитурные программы в Абхазии, скитурные программы в Сочи, тоже есть куда сходить, на комусах, прогуляться, подышать свежим воздухом и неплохо так загрузиться, загрузиться в физическом плане, потому что когда ты это все-таки нагрузка совсем другая, нежели чем ты поднялся на подъемнике, спустился, поднялся на подъемнике и спустился. Чтобы совершить восхождение, у меня было с собой несколько вещей, имена, что касается одежды. Я с собой взял теплые горнолыжные носки из шерсти, два комплекта термобелья, пуховик тонкий, пуховик толстый, куртка из Гортекса, штаны из Гортекса. Также у меня с собой были перчатки из виндстопера и перчатки пуховые я взял в аренду. Также с собой взял телескопические палки Black Diamond, шлем, две пары масок горнолыжных и очки. Очки лучше брать всегда две пары, потому что солнце действительно очень сильно слепит. Если вы потеряете одни очки, то в запасе у вас всегда должны быть вторые. Ботинки я взял для скитура. Это Nordica Strider 130-й жесткости с ходильным режимом, с хорошей подошвой. На них очень хорошо сели жесткие кошки, которые я взял у своего друга. Жесткие кошки лучше всего использовать на пластиковых ботинках, потому что они не слезают, они очень быстро крепятся. Я их одевал прямо на ледовом склоне и проблем у меня с ними не было. Это были обычные гривеля, которые защелкиваются на горнолыжный ботинок и вы можете спокойно передвигаться. Ходильный режим включили, скитурный и все, и наверх. Из-за того, что ботинок пластиковый, он очень хорошо держит голеностоп и поэтому, когда вы передвигаетесь по наклонной поверхности в сторону, идете траверсом или еще либо куда, то голеностоп у вас хорошо стоит и ботинок вас держит. Это очень удобно именно при восхождении. Это очень удобно при восхождении. Если же у вас будут специальные кошки для горных лыж, то есть для скитурных креплений, можно использовать и их. Я в них ни разу не ходил, поэтому взял с собой обычные. И с собой кошек для горных лыж у меня не было. Также с собой были комуса, но с комусами все очень нужно делать аккуратно, потому что ночью они практически не держат. И с высоты 4300 уже начинается лед и комуса начинает проскальзывать. Поэтому я на 4300 их снял и одел кошки. Из 4300 до вершины 5,642 метра я шел буквально только на кошках, а лыжи были закреплены на рюкзаке. Также постепенно поднимаясь на высоту становится все холоднее, поэтому я уже на высоте 4,500 одел пуховик, одел пуховые перчатки и продолжил движение наверх. Привала я делал всего 3. Первый привал был на высоте 4500, потом на 5000, уже когда я дошел именно до того места, где начинается косая полка, куда привозят людей на ратраке. Там я сделал привал примерно на 20 минут. Следующий привал был на следующий привал был на седловине, но там я не задержался, потому что решил, что надо идти скорее, потому что очень много народу поднималось наверх, и я боялся, что испортится погода, и я не успею спуститься. Но в итоге все получилось. Пока я шел наверх, я закупился гелями. Гели были нескольких видов. Первый гель был изотоник, который я принял 3 штуки именно, когда шел наверх. Также я употребил два геля с кофеином, которые мне помогли преодолеть высоту. Вкус у них неплохой, ягодный, цитрусовый. Напоминают они детскую пюрешку. Гели я купил в Альпиндустрии, это сисовские гели. Мне их посоветовала также Настя, говорит, что когда идешь наверх и употребляешь гель с кофеином, то высота легче переносится. Но и спать не хочется с него. Я попробовал, действительно работают, очень быстро всасываются, поэтому я ими доволен и советую. Собою из еды у меня не так много было, всего лишь пару пакетов с сушеным мясом и в принципе я больше ничего с собой не брал. В принципе я больше ничего с собой не брал, потому что когда ты находишься на высоте, есть не хочется. Ну и болевать тоже не хочется этой едой. Также у меня с собой был один литр воды, в этот раз мне ее хватило, потому что днем ранее мне пришлось набирать из ручья, когда я поднялся на 4500 днем ранее, мне пришлось искать воду, набрал я ее из ручья, потому что уже все выпил и вода закончилась. Также вы можете взять специальные порошки, которые растворяются в воде и там находятся те соли, которые нужны именно для утоления жажды, если вы набираете воду из ручья. А вот на снег лучше не рассчитывать, потому что там он в большинстве своем грязный и из него воду так легко не добыть. Его надо либо фильтровать, либо еще что-то с ним делать. я если честно не уверен. Также с собой нужно иметь два уса самостраховки. Карабины я использовал от скалолазной оттяжки, а усы сделал из реп шнура. Также с собой обязательно рация и тангента для удобства. Рацию вы убираете в рюкзак, а тангент увешаете на лямку рюкзака. В тот день я договорился с несколькими ребятами, что буду с ними на связи и поэтому всегда говорил, где я нахожусь. Как только они проснулись, так как они выезжали на аэротраке, они поспали немного и где-то в 2 часа ночи выдвинулись. К тому времени я уже шел 6 часов, они вышли на связь и я сказал, что со мной все хорошо. Тангента она удобнее, потому что вам не надо доставать рацию, она у вас висит всегда рядышком, а когда вы идете наверх, когда вы нежели чем доставать рацию из рюкзака либо из кармана. Рация у меня была самая простая, которую можно купить на Алиэкспресс, это Baofeng. В принципе, для восхождения что-то серьезнее, я думаю, что брать не стоит. Также можно с собой взять GPS-трекер на телефоне, чтобы не потеряться, если вы попадете в туман, и писать свой трек, куда вы идете и где вы находитесь. Я писал с помощью программы Maps.me, но он не пригодился, так как погода была хорошая, и я видел, куда мне нужно двигаться. А вообще есть специальные приборы, которые пишут трек, отправляют автоматические смс-ки типа GPS-пейджеры. Производятся они компанией Garmin, используют спутниковую связь через спутник вашим близким либо друзьям, где вы находитесь. Это очень хорошо для походов, для того, чтобы если что вас нашли. А перед восхождением всегда нужно зарегистрироваться в МЧС и потом сняться с регистрации, сказать, что с вами все окей, все хорошо. При регистрации вы указываете ваше возвращение, когда вы возвращаетесь, что с вами все хорошо, и когда вы начинаете подъем. Ну что, еще не уснули? Вот я и подъезжаю уже к своим домикам, вот-вот, прямо там буду. Я хочу напомнить, что на сайте fansnow.ru это мой сайт по школам. Всегда вы найдете актуальную информацию, когда начинаются школы по фрирайду в Шерегеше. Обычно они начинаются 20 ноября. Шерегеше это самое лучшее место, чтобы научиться кататься в Нитрас, потому что он пологий, потому что там всегда много снега, и сезон начинается раньше всех. После Шерегеша всегда можно поехать в Красную Поляну, там я работаю гидом, инструктором, обучаю новичков, а также учу людей кататься в Нитрас. Также можно всегда узнать, когда есть свободные места на Хелиске в Абхазии. В этом году у нас уже два борта, поэтому можно кататься большими группами. Напоминаю, что фрирайд в Абхазии он уникален, уникальная страна для фрирайда. Это было тяжело очень. Это пиздец. Ладно. Стоп видео. Проект закончен.